здравствуйте дорогие садоводы наши любимые подписчики мы как обычно всей семьей сегодня опять в саду приехали отдохнуть приехали поработать какая сейчас работа основная саду это прополка собираем урожай у нас погода сейчас такой жары нет как за 30 переваливала температура 25 26 самая нормальная хорошая теплая погода вчера у нас были дождики прошли даже два дня шли дождики у нас земля хорошо промокла и полоть сегодня просто будет одно удовольствие будем полоть мы собираемся в отпуск нам нужно подготовить свой участок чтобы не не получилось у нас так как мы позапрошлом году ездили приехали у нас шок в саду все заросло хотя мы тоже пропалывали перед поездкой но за две недели пока нас не было он тоже зарос вот в этом году стараемся побольше прополоть прополоть чтобы такого не получилось ну и где-то может быть посмотрим по обстоятельствам по ситуации что нужно делать где-то увидим что-то заболела значит нужно полетить хочу показать вам что у нас нынче с морковкой нынче подвела меня анастасия не наша анастасия гавришевская я всегда сажаю сорт анастасия каждый год говорю внучка настя и мы как-то каждый год я сажаю эту морковку нам она нравилась но нынче вот вот здесь у нас что ли аленка это вот была моя анастасия пять рядочков ни одно не взошло вот так вот проплешенка осталось там у меня чемпион по моему тоже мне очень нравится этот сорт и вот вот этот кусочек мне пришлось пересеивать ни одного семечка не за что бывает хоть бы маленько не было ни одного и посадила снова ну вот что получится не получится не знаю сейчас я ее подкормлю ну не сейчас попозднее ближе к вечеру пропололи сейчас и прорыхлили и подкормлю опять азот фосфор калий все равны пропорциях будет может быть она догонять вот эту-то мою морковку лук и чеснок все подкормки уже закончились поливать его уже самим уже не надо но дождичек если будет поливать тут уже мы ничего не сделаем желательно не поливать и все подкормки уже закончились я не показывала подкормку чеснока последнюю у нас есть видео на нашем канале в прошлом году у нас хорошее видео последняя подкормка зимового чеснока если кто хочет посмотреть мы ссылку прикрепим нашему видео посмотрите там все подробно мы показывали поэтому уж в этом году я не стала в этом повторяться все уже никаких подкормок я не чесноку ни озимому луку не делаю а вот семейным луком еще продолжаем работать он разделился уже на много луковиц и нужно из каждого гнезда одну луковичку убирать чтобы остальные луковицы были более крупные так сейчас покажу как я это делаю вот луковица разделилась на несколько и одну можно убрать звукалка тут у меня еще сидит маленько придерживать и вот таким пошатыванием все это мы убираем и подкормим подкормим сейчас его фосфор на колени можно монофосфат калия можно посыпать звук можно сульфат калия что-то вот такое но уже конечно без азота так кабачки нам нужно срезать кабачки я в этом году сажала в юг тоже не первый год их сажай нам они нравятся и и наверно скорушка что ли у меня один или два лет там посажены вот сейчас будем все вот они такие хорошенькие кабачки так и кабачки тоже да смородина вырастает на подходе уже собирать смородину красную черную уже подходит один вкусно ты поздоровался с подписчиками иди ко мне всем ты занимаешься в саду расскажи вот ем ягоды буду возить кабачки самый первый наш помощник дадима еще смородина хочу что сказать что кабачки тоже могут заболевать вершинной гнили так же как и томаты когда вот у него вот здесь носик подгнивает это тоже недостаток кальция но здесь самый хороший вариант это кальциевая селитра под корень кабачки любят азот в процессе всей вегетации боятся азота не надо наоборот нужно даже и если кабачок зауженный вот сюда вот как бы ну как у огурцов бывает наверное когда висят они вот так внизу также у кабачков бывает зауженный вот этот кончик это значит не хватает азота то есть кабачки нам тоже как огурцы подсказывают что им не хватает что им нужно дать работа идет полным ходом ульяна красит скамеечку каждый год мы ее обновляем она у нас стоит круглый год под дождем и снегом на зиму тоже мы ее не убираем краска обшелушивается мы и каждый год обновляем и вот ульяна красит дима пришел ей помощник помогать просит прямо дай дай дима ты помогаешь маме до маленько говорит внизу поможет вот сейчас наведут красоту время есть сейчас туда-то туда-то пикает ну и вот что у нас получилось какая красивенькая скамеечка она нас уже высохла и все уже можно уже присесть отдохнуть работа с пионами у нас не заканчивается вот мы его обрезали уже все соцветшие соцветия все убрали и обработать его нужно обязательно против болезни может быть когда-то у вас было что листочки начинают чернеть пятна появляются обработать можно любым медь содержащим препаратом я обрабатываю всегда бордоской жидкостью вечером когда солнышко спрячется мы это сделаем и заканчивая наше видео я хочу вам показать многолетний цветок рода скобиозных называется короставник македонский растение высотой 50 сантиметров очень прямые крепкие стебли цветок диаметре 4 сантиметра оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал всего вам доброго до свидания спасибо